Казань Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения узнали у россиян, без чего последние не могут обойтись в повседневной жизни. Оказалось, что жители страны не представляют свою жизнь без работы, спорта и дачи. Здравствуйте, это КФУ «Итоги недели». Сегодня последний выпуск нашей программы в этом сезоне. И вот о чем мы поговорим сегодня. Передовой инженерной школе «Быть» как КФУ стал одним из 30 вузов в стране для подготовки высококвалифицированных кадров. Быстрее и эффективнее. Какой метод анализа битумов придумали казанские ученые-геологи? Одаренные дети, одаренные во всем. Где куется олимпиадная сталь. Каковы результаты учебного года в IT-лицее КФУ? Казанский федеральный университет – это место, где каждый студент может найти себя. В большой семье. Чем могут заняться студенты в Казанском федеральном университете помимо учебы? В Казанском федеральном университете создали передовую инженерную школу для сферы автомобилестроения «Киберавтотех». Новое подразделение расположено на базе Набережно-Челнинского института. Стратегическим партнером выступил завод «КамАЗ» – крупнейший в России производитель тяжелых грузовиков. Предприятие входит в топ-15 мирового рейтинга по объему производства грузовых автомобилей тяжелого класса. Создание в России передовых инженерных школ – это задача, поставленная правительством страны. На базе вузов должны работать 30 школ в партнерстве с крупнейшими компаниями, которые должны готовить инженеров-лидеров. Ведь в современных реалиях инженер – это не просто работник промышленной сферы. В первую очередь, это сотрудник для высокотехнологичных отраслей экономики. В то же время, это и ученый, который на практике проводит исследования. У Казанского университета давно работает собственная модель инженерного образования. Это фундаментальная подготовка по естественно-научным, математическим и техническим дисциплинам. Также это связь с прорывными научно-исследовательскими лабораториями, крупными компаниями. О том, чем будет заниматься киберавтотех, расскажем далее. Мы сегодня презентуем нашу идею, программу создания фердовой инженерной школы под названием «Кибертех». Казанский федеральный университет на своей базе, в городе Набиричелны, совместно с ПАО «КамАЗ» создают такую новую школу. Интеллектуальные автомобили. Автомобили с низким и нулевым углеродным следом. Технологии интеллектуального производства. То, что раньше в мире воспринималось как фантастика, теперь станет привычным. Этим займутся в «Киберавтотех». Это передовая инженерная школа Казанского федерального университета. Здесь будут готовить инженеров для высокотехнологичных отраслей экономики, заниматься научными исследованиями. Загружаем фотографии. Фамилия, имя, отчество. Куркин Дмитрий Владимирович. Подтвердить. Выбор направления подготовки «Автономные энергетические системы». Первого студента приняли прямо во время презентации школы. Дмитрий Куркин – тренер сборной Татарстана по компетенциям мехатроника по стандартам WorldSkills. В этом году он выпускается с бакалавриата Набережно-Челнинского института. Дмитрий планирует разрабатывать машины, которые помогут исправить ситуацию с нехваткой инженерных кадров на предприятиях. Директор института уверен – мечта студента может осуществиться. В Казахстане федеральный институт на своей базе, в городе, наоборот, совместно с ПАО «КамАЗ» создает такую новую школу. Для чего? Для того, чтобы решить те насущные проблемы, которые сегодня стоят перед автомобильной строением в целом. И, к сожалению, на первый план выходят проблемы, связанные с санкциями. Поэтому одна из задач, которую мы хотим обеспечить, и должна обеспечить, это, конечно, прежде всего, технологический суверентет в нашей стране. Специалисты – самый ценный капитал. В 2021 году Миноборнауки России инициировал проект по созданию передовых инженерных школ. Цель – обеспечить высокотехнологичные компании квалифицированными кадрами. Талантливые конструкторы и инженеры должны создавать современную и конкурентоспособную продукцию. 89 вузов из 41 региона страны подали заявки на право создания инженерной школы нового поколения. И еще до подведения результатов конкурса Казанский федеральный университет, правительство Татарстана и КАМАЗ уже приняли решение об открытии школы. Сегодня мы с вами даем старт уникальному, грандиозному проекту, который называется «Обеспечение технологического суверенитета независимости нашей страны». Мы много говорим о том, когда с вами, что импортозамещение – это немножко для нашей страны, да, немножко даже унизительное понятие. Что такое импортозамещение, да, это то, что мы завтра должны сделать что-то, что наши конкуренты уже в других странах делают сегодня. Значит, это будет вчерашний день для нас. Так сегодня мы принимаем решение именно создавать новые технологии, которые будут технологиями с завтрашнего дня и которые обеспечат конкурентоспособность, технологическую мощь и процветание нашей любимой России. При создании передовой инженерной школы в Челнах учтены многие факторы, в том числе и территориальное преимущество. В Камской промышленной агломерации развиваются пять ведущих индустриальных центров, которые формируют более 3% российского валового оборота промышленности. Ежегодная потребность в инженерных кадрах предприятий – более 5000 человек. Эксперты прогнозируют, инженеров к 2030 году здесь потребуется в два раза больше. В рамках создания школы модернизируют лаборатории, создадут новые образовательные программы, также реализуют крупные инфраструктурные проекты. Передовая инженерная школа – это не только грантовая поддержка, не только государственное частное партнерство, это и большая ответственность, большая ответственность и вуза, университета, большая ответственность КАМАЗа и Ростеха, также это и большая ответственность республики. У нас есть шанс получить новые идеи, новые разработки. Хочется пожелать успехов. В планах КФУ совместно с индустриальными партнерами и научными организациями к 2025 году отработать и запустить в серию технологию производства электрических грузовых автомобилей с отечественными аккумуляторами. Также школа представит тиражируемое решение в сфере организации цифровых производств. А к 2026 году планируется наладить выпуск беспилотных грузовиков и продемонстрировать первые промышленные решения по водородным топливным элементам. К 2030 году школа предложит эффективную, оригинальную отечественную технологию изготовления и эксплуатации водородных двигателей и батарей. Мы это сделали, передавая инженерная школа. Для этого КФУ разработал собственную модель инженерного образования, учитывающую пожелания работодателей и возможности вуза. У университета есть инновационный задел и опыт в реализации образовательных программ по направлениям деятельности школы Киберавтотех. Это фундаментальная подготовка по естественно-научным, математическим и техническим дисциплинам. Связь с научно-исследовательскими лабораториями, работающими в рамках реализации программы развития «Приоритет-2030». Понятно, что у КАМАЗа достаточно большое количество заводов за пределами набережных челнов, но все равно исторически в будущем будет сохраняться, что главный костер заводов и персонал будет в набережных челнах. Здесь сконцентрированы основные мозги, основные производственные мощности. Наша компания обязана смотреть далеко за горизонт. На ближайшую трехлетку в федеральном бюджете на проект по передовым инженерным школам выделили 34 миллиарда рублей. Учитывая, что всего школ по стране будет 30, каждая в среднем получает порядка 1 миллиарда рублей. В Татарстанскую инженерную школу вложатся еще правительство республики и КАМАЗ. Удачи нам! Я думаю, что у нас все получится. И накануне стало известно, что Казанский федеральный университет победил в конкурсе по созданию передовых инженерных школ. Он вошел в число победителей конкурса по отбору 30 российских вузов. Итоги конкурса проектов огласил премьер-министр России Михаил Мишустин. Отобраны 30 университетов, на базе которых появятся инженерные школы. Это не только столичные вузы, а образовательные учреждения из самых разных российских субъектов. За право открыть у себя такие школы нового формата соревновались 89 университетов из 45 регионов страны. Победителями стали те вузы, которые представили наиболее проработанные программы. Именно они получат гранты каждой по 84,5 миллиона рублей уже в этом году. Всего на этот проект предусмотрено свыше 30 миллиардов рублей в ближайшие 2,5 года. Будут привлекаться и частные инвестиции. Высокотехнологичные компании планируют направить в этом году около 4 миллиардов рублей. Среди победителей и Казанский федеральный университет со специализацией передовой инженерной школы машиностроения. Напомним, что ключевым партнером КФУ обозначен КАМАЗ. Директором передовой инженерной школы КФУ станет Равиль Хисамуддинов. Долгосрочные инженерные фронтиры школы – это интеллектуальный автомобиль. Автомобили с низким нулевым углеродным следом. Технологии интеллектуального производства. И один из примеров работы инженеров, ученых и промышленных компаний демонстрируют исследователи научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ». Здесь разработали экспресс-метод анализа битумов. Новая методика позволяет определить состав нефтяного битума буквально за полчаса, когда ранее этот срок занимал до месяца. Экспресс-метод оценки содержания и состава нефтяных битумов с использованием ядерного магнитного резонанса релаксации. Так называется этот способ. Работа была выполнена учеными Казанского университета совместно с компанией «Зарубежнефть» и с Колковским институтом науки и технологий. Да, есть и более быстрые методы, но они разрушают сам образец, подчеркивают исследователи. Они уверены, что затраты предприятий, которые предпочтут использовать разработанный учеными КФУ метод, будут гораздо ниже в сравнении с использованием традиционных методик. Эльвина Минобуддинова изучила тонкости нового способа. Проподготовка осуществляется вот в таких пробирках. Мы наливаем туда нефть внутрь. После этого пробирка помещается внутрь прибора. При температуре 40 градусов специальный датчик проводит измерения внутри прибора. После обрабатываются данные. Устройство самостоятельно измеряет внедренный образец. Последний этап – поиск программы оптимальных условий решения полученного. Но для чего это? Все просто. Метод позволяет определить состав нефтяного битума – продукта выветривания нефти. И не только. Метод узнает ее компонентный состав, оценивает количество углеводородов, смолы и асфальтенов. В этой работе мы показали, что, используя более совершенную технику, используя более совершенные методики сигнала, которые мы подаем на эти образцы, более совершенные методики регистрации, и, самое главное, более совершенные методы обработки этого сигнала, мы получили очень хороший результат, который заключался в том, что мы нефть разделяем на компоненты, на разные, так называемые САРА-анализ. САРА-анализ – это разделение нефти на компоненты. Для этого анализа, а также для определения общего содержания битума, используется известный метод ядерного магнитного резонанса. Почти сто лет назад он активно применялся для увеличения нефти. С того времени технология шагнула далеко вперед. Появились новые компактные приборы, получили развитие, существующие методы. Теперь получать точный результат вошло в порядок вещей. Приборы, спектрометры, релаксометры очень такие, во-первых, компактные, они очень точные, такие, очень чувствительные. Магниты очень маленькие используются. И, конечно, математические методы обработки, компьютерные методы обработки, конечно, шагнули далеко вперед. Метод ядерного магнитного резонанса, по словам ученых, простой и эффективный. И выбор его не случайен. КФУ является центром ядерно-спектроскопических исследований. Когда-то именно здесь Евгением Завойским был открыт электронный промагнитный резонанс. Лаборатории университета и сегодня применяют ядерно-магнитный и электронно-промагнитный резонанс в самых разных областях. В этом исследовании метод ядерного магнитного резонанса позволяет определить состав нефтяного битума не более, чем за полчаса, когда, как традиционные методы, могут занять несколько дней. Данный метод имеет достаточно большое количество преимуществ по сравнению с стандартными. В первую очередь, это, конечно же, время измерения эксперимента. То есть время эксперимента сокращается от одного месяца до десяти минут. Метод также удобен в использовании, особенно в местах, где свойства нефти необходимо определять быстро. По словам ученых, традиционные способы не только длительны, но и разрушают извлекаемый образец. Образец после эксперимента нельзя использовать снова при проведении повторного эксперимента. Также данные эксперименты не учитывают ни однородность образца, поскольку там очень маленькая навеска, поэтому это очень сильно искажает результаты исследований. Исследование, стандартный метод, такой как экстракция, занимает по времени от двух недель до месяца. Работа по определению состава жидкой нефти и нефтепродуктов методом ЕМР. Релаксация ведется совместно с компанией «Транснефть» и таможенными службами. Помимо этого, сотрудничество велось с зарубежными компаниями – Китаем, Оманом и Ближним Востоком. Дальнейший вектор развития ученые видят в более глубокой оценке методов увеличения нефтеотдачи для эффективной добычи нефти на месторождениях. Эльвина Минабуддинова, Андрей Багауддинов, Афиз Гараев, КФУ «Итоги недели». Защита проектов программа IT-школа «Самсунг», Республиканская олимпиада по программированию «Санаклаб», полуфинал национального чемпионата WorldSkills – эти и многие мероприятия, в которых приняли участие и победили учащиеся IT-лицея КФУ буквально в последний месяц учебы. Отметим, что лицей является специализированным учебно-научным центром. В стране их всего 11, и все они созданы при высших учебных заведениях России. Общешкольные предметы здесь изучаются на углубленном уровне. В Казанском лицее предпочтение отдается математике, информатике, физике, химии, английскому языку. Здесь большое внимание уделяется развитию олимпиадного движения, участию в интеллектуальных конкурсах. IT-лицей КФУ – один из лидеров олимпиадного движения в республике. По независимым рейтингам конкурентоспособности выпускников лицей входит в топ-100 лучших школ России. Каковы результаты прошедшего учебного года? Мы поговорим с директором IT-лицей КФУ Ильдаром Мухаммедовым. Здравствуйте, Ильдар Ильдаром Мухаммедовым. Добрый день. Как завершился год в СУНС-IT-лицее КФУ? Каковы результаты ЕГЭ? Успешно. Год завершился достаточно быстро. Я не знаю, какие глаголы выбирать, промчался. Буквально недавно, как будто бы уже год прошел, недавно совещались с педагогами, обозначали какие-то показатели для себя. И вот уже конец учебного года ЕГЭ завершается, и мы подводим итоги. 64 выпускника сдали единый государственный экзамен, 13 из них обладатели золотых медалей, что очень важно, мне кажется, это вот ребята, которые на протяжении нескольких лет доказывали свою состоятельность. По каким-то экзаменам еще, к сожалению, всех результатов нет, но нужно отметить, что результаты достаточно высокие. Допустим, по основным экзаменам по математике, по русскому языку, это 80+. Это означает, что они на 10, на 20 баллов выше республиканских городских показателей. И, в общем-то, они гарантируют ребятам, нашим лицеистам, поступление в лучшие вузы страны. Необходимо отметить, что по математике три стобальника, это очень важно, это сложный предмет. Это показывает, что вот ребята на протяжении, по крайней мере, последних двух лет, вот упорно занимались математикой. По русскому языку очень хороший балл, 85,7. Для физмат-школы это тоже очень хороший показатель. Значит, в общем, одаренные дети, одаренные во всем. Поэтому результаты ЕГЭ, они нас радуют. В общем-то, мы выполняем и показатели нашего гранта Сунцевского. Это 80+, по профильным предметам. Для нас это как бы вот очень важно. Если брать олимпиадные движения, то за последние три года показатели тоже растут. Если брать два года назад на региональном уровне, ребята набрали у нас 97 дипломов. Год назад 121 призер и победитель, а в этом году уже 161 призер и победитель. То есть вот мы перерастаем очень активно. Нас в свое время критиковали за то, что мы вышли на плату и как-то движение приостановилось. Но вот это означает, что большая часть коллектива детского вовлекается в олимпиадные движения. В общем, мы в последнее время уже с коллегами обсуждая, приходим к мысли, что настолько много всего происходит. Мы уже не успеваем отслеживать какие-то события. Здесь инициативные проекты ребят, наша инициатива. В общем, дает такой результат, что ребята очень активно в этом олимпиадном, в конкурсном движении участвуют, побеждают. И, в общем-то, дальше они уже рекомендуют, зарекомендуют лучшие места в лучших вузах страны. Ну, очень отрадно, что и Казанский федеральный университет в числе первых вузов для дальнейшей образовательной карьеры. Ну, только маховик запустился, да, и сейчас процесс уже... Ну, на самом деле, вы правы, действительно, маховик, и на самом деле мы уже, как педагогический коллектив, начинаем идти за ребятами. Вот это очень важно, да, сейчас вот такое время интересное, когда, в общем-то, стерлась такая вертикаль образования. Учитель-ученик, все-таки, мне кажется, сейчас горизонтальная история, да, вот такое горизонтальное обучение. Этот модный тренд peer-to-peer education, так называемый, дети между собой, понятно, что вот делятся своим образовательным опытом, но, помимо этого, в общем-то, они и нас еще подстегивают к активному развитию. В лице нельзя сидеть так в застое, ребята сразу понимают твой уровень, но учитель такой становится безинтересным для них. Поэтому маховик закрутился, нас это очень радует, и, в общем-то, и учителя развиваются. А вот, возвращаясь, да, вот вы говорили плата, но оказалось, на самом деле, нет, очередной этап развития. И вот присвоение статуса Сунц, эти лица, вот на данный момент, что уже изменилось? Изменилось, на самом деле, многое. Что самое важное для нас, изменяется наш менталитет, наше мышление, да, вот прибавляется динамик развития. Вот вся ведь суть участия в этом проекте была в том, чтобы мы активно начали двигаться вперед, вот маховик закрутился. Поэтому я сейчас могу, конечно, говорить про развитие инфраструктуры, про ремонтные работы, про закупку оборудования. Но, мне кажется, это все, вот лично мне не очень интересно, а это делается, очень все преобразилось. Если вы приедете в лицей, то какие-то локации вы и не узнаете. Очень появились интересные современные места, каворкинг, современная библиотека, столовую обновили. Значит, учебные кабинеты современные получились сейчас, очень красивые. Но самое важное, что мы вот с педагогическим коллективом, с командой очень активно участвуем во всевозможных курсах повышения квалификации. К нам приезжают топовые наставники, спикеры со всей России. Мы выезжаем в разные города. Москву посетили, Ижевск посещаем. Сейчас планируем поездку в Армению. Значит, Сибирь будем посещать города. И, в общем-то, коллеги приезжают с другим кругозором. Вот на самом деле Сунцевский грант позволил нам вот так мобилизоваться на развитие. Но, несомненно, конечно, Сунцевский грант ставит какую-то высокую планку. Мы одни из десяти учреждений России. Мы очень активно общаемся с нашими коллегами из других Сунцев. И сейчас, в общем-то, нельзя уже представить вот такое линейное образование. Да, вот обычной массовой школы и, как бы, нашу систему. Это все-таки история про то, чтобы ребенок, придя к нам, получил первое, все-таки, индивидуально определенную траекторию развития. И мы помогали, создавали условия. Значит, и это был очень, как бы, важный посыл. Второе, получил новые интересные программы на стыке с средней школой и высшего образования. То есть это вот очень важно. То, что рядом университет Казанский федеральный и рядом ученые, рядом первоклассные лаборатории. Это вот, наверное, такой очень хороший бонус под спорь для развития новых образовательных программ и траекторий. — Следующий год. Какие главные задачи? Ведь не секрет, что все мы уже, когда завершается предыдущий, там, учебный год или, может быть, календарный год, да, уже заранее знаем планы, строим планы на следующий. Вот у вас какие там три главные задачи? — Мы итоговый педсовет провели. Во-первых, мы, конечно, проводим такую правленческую рефлексию. Мы осмотрим, что у нас получилось, то, что мы планировали прошлым годом, какие у нас есть преграды, как мы будем ориентироваться дальше. В августе месяце мы будем собираться и тогда уже выстраивать вот эти свои KPI. Несомненно, вот благополучие ребенка, комфорт его будут основными такими ценностями для нашего коллектива. Нам, на самом деле, вот очень отрадно рассказывать о своих показателях, но это не самоцель. Главное, чтобы ребенок реализовывался, самореализовывался, чтобы мы ему создали условия для такой ученической самостоятельности, для формирования вот такой личности, которая без нас может уже дальше выстраивать свою образовательную траекторию. То есть с методической точки зрения эта тема может быть такая, может быть, не очень интересная и ее пощупать сложно, но вот с методической точки зрения это вот основная задача. Но, несомненно, никто не снимал перед нами задачу, как университетской школы, быть вот такой площадкой трансфера знаний, площадкой трансляции лучших педагогических, управленческих практик, чтобы мы со студентами работали. Это вот задача, которую ректорат перед нами каждый раз ставит. Ну и, я так бы сказал, приятный бонус, который появляется от нашей вот этой работы, это вот результаты Олимпиад, результаты единого государственного экзамена, участие наших педагогов на различных конкурсах, вот таких интеллектуальных событиях. Но это нас мотивирует, то есть это вот нас радует и говорит о том, что мы на правильном пути, мы дальше будем развиваться. Большое вам спасибо за интересную и содержательную беседу. Удачи вам. Вам спасибо огромное. Надеемся, что выпускники IT-лицея выберут для дальнейшего своего обучения Казанский университет, как и абитуриенты из других школ республики и других регионов. Прямо на кампании в вузах в самом разгаре. Выпускников интересуют многие вопросы. Конечно, в первую очередь связанные с получением будущей профессии. Но не менее важно для них и то, как они реализуются в общественной жизни, будучи студентами. В Казанском федеральном университете работают более 100 студенческих общественных организаций и объединений. Среди них творческие коллективы, спортивные секции по различным видам спорта, научные кружки, интеллектуальные клубы, студенческие медиа. Все эти направления развиваются в условиях наставничества со стороны сотрудников подразделений. КФУ – лидер в области молодежной политики. Молодежной политикой охвачены 20 тысяч активных студентов. Среди них и иностранные ребята, которые выбирают университет, как они сами признались, еще и с точки зрения реализации своих творческих и лейных способностей. И на днях наиболее активных наградили. Софья Орлова познакомилась с некоторыми студенческими клубами и их активистами. В конце года в КФУ проходят подведения итогов реализации молодежной политики и воспитательной деятельности. Награждают лучших активистов и студенческие объединения. Грамоты забирают творческие коллективы, спортивные команды, общественники и сотрудники университета, активно работающие с молодежью. Выбирали уже по направлениям деятельности студенты, которые действительно несли большой вклад по итогу этого года, которые заняли множество наград, которые помогали нам здесь в университете создавать наши мероприятия для первокурсников, для старшекурсников и так далее. Собственно, были здесь представлены самые активные ребята, студенты, преподаватели и сотрудники университета. Альма-Матер, так говорят про Казанский федеральный университет, студенты, для которых ВУЗ стал не просто местом обучения профессии, но и местом всестороннего развития, местом обретения новых друзей и интересов. КФУ дает своим студентам не только знания, но и площадку развития сторонних навыков, какими бы они ни были. Казанский федеральный университет – это место, где каждый студент может найти себя. Студенческий клуб дает возможности семи тысячам студентов найти себя в различных направлениях творчества. Это вокальное направление, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр и даже журналистика. Всего в студенческом клубе КФУ работают 104 творческих коллектива. Современные и народные танцы, хор, который поет акапелла и эстрадные исполнители. Музыканты, играющие все – от фолка до джаза. Классические театральные студии, экспериментальные постановки, КВН и многие другие направления, среди которых каждый творческий человек сможет проявить себя. Анель приехала из Нигерии и поступила на юриста в этом учебном году. В Казань приехала с любимым музыкальным инструментом. Мой инструмент – саксофон. Я начинала не с саксофона, а с фортепиано. Пробовала скрипку, но не продолжила. Было слишком сложно. И я начала учиться на саксофоне. Мне было с ним намного легче. Это было два года назад. Анель играет на саксофоне на всех крупных мероприятиях КФУ. Одно из последних выступлений – перед каникулами на ежегодной студенческой весне. Говорит, что очень полюбила джаз, приехав в Россию. Он особенно подходит для саксофона. Но во время репетиции для ребят может сыграть и что-то более популярное. К другому крупному объединению студентов относятся спортсмены. Всего в КФУ порядка двух тысяч спортсменов. Они играют за свои факультеты и институты, входят в сборные команды университета. Ребята занимаются футболом, волейболом, баскетболом, хоккеем. Ходят в разные секции и даже имеют киберспортивные команды. Для студентов проходят соревнования, спартакиады, внутренние чемпионаты. Также они активно участвуют в межвузовских соревнованиях. В сборных университета можно встретить ребят со всего мира. Многие из них выбрали КФУ. Именно потому, что здесь есть много возможностей для развития внеучебных компетенций. Я изначально знал, что КФУ – это такой университет, где собираются студенты всех разных наций, со всего мира и так далее. Мне просто интересно стало, как тут все проходит. И так же решил поступить ради этого. Так же поиграть в львов. В моей стране, в Нигерии, я начал играть в футбол. В дворовый футбол. И когда приехал в Россию, увидел, что здесь эта тема тоже интересна. Я вступил в спортклуб КФУ. И сейчас здесь делаю то, что нравится. Те активисты, которые не занимаются творчеством или спортом, относятся к общественникам. Среди их направлений деятельности и интеллектуальные направления, и патриотические, и волонтерские, и многие другие, которые организовывают сами студенты. Главный навык, который получает каждый активист – работа со своими лидерскими качествами, умение организовать рабочий процесс и собрать команду. Сотрудник, который сейчас курирует деятельность направления в университете, когда-то был студентом и был таким студенческим лидером организации, но впоследствии стал руководителем. Практически во всех организациях республиканских, во многих ведомствах, во многих компаниях есть наши выпускники, которым навыки, которые они обрели в университете, в общественной жизни, конечно, помогают. Кроме сторонней активистской деятельности, в университете работают более сотни научных кружков на базе институтов и кафедр. Здесь ребята могут углубленно заниматься научной деятельностью, расширять познания в той или иной области изучаемых предметов или оттачивать навыки, приобретенные на лекциях. Это сердечно-легочная реанимация, это неотложка процедур, который мы делаем, когда пациент без дыхания и без сознания. В каждом институте работают специализированные научные кружки, где ребята делятся опытом, открытиями в науке и приглашают экспертов, которые помогают студентам разобраться с новыми темами или отточить навыки. Контакты любого из студенческих объединений можно получить в деканате своего факультета. Осенью проходит на базе университета фестиваль для студентов начальных курсов, это первый-второй курсы, открываем мир науки. Там представлены все научные кружки университета. Всестороннее развитие – то, что отличает обычный университет от того, что в дальнейшем ребята с любовью называют альмаматор. И КФУ дает возможность такого развития всем своим студентам. Софья Орлова, Хафиз Гараев, Никита Кенчин. КФУ. Итоги недели. Далее вас ждут другие новости. Через пару минут вернемся ко второй части программы. Позади остались конспекты, позади остались зачеты, экзамены. Завершение большого этапа жизни. Как студенты и школьники КФУ отметили выпускные. Диссертация называется «О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двуатомной серы». Последователь Бутлерова. Какое наследие оставил химик-органик Александр Зайцев? КФУ примет участие в проведении городской лаборатории «Горожанин-ученый». Представители двух институтов фундаментальной медицины и биологии, а также экологии и природопользования выступят экспертами городской лаборатории, посвященной стратегии развития реки Казанки. Серия занятий и встреч пройдет с 7 июля по 14 августа. Всего состоятся 12 занятий разного формата. Среди них мастер-классы по отбору проб воды из Казанки, презентация работ медиахудожников о природе, тренировка в сочетании с металекцией и многое другое. Откроют городскую лабораторию «Пикник знакомства». На заключительном занятии пройдет воркшоп по разработке проектов, посвященных реке. В нем примут участие эксперты из Татарстана и других регионов страны. По замыслу организаторов, городская лаборатория должна стать пространством для обмена знаниями между учеными и жителями, а также местом совместного эксперимента и новых открытий в собственном городе. О том, какие еще события из жизни университета и республики произошли на этой неделе, узнаете из нашего дайджеста. На этой неделе в КФУ состоялся парад выпускных. Так, в инжиниринговом центре филиала КФУ «Набережных Челнах» прошел выпускной первых студентов по программе двойных дипломов. Все они из Узбекистана. Финальный школьный звонок прозвучал также для учеников университетской школы и лицеев имени Лобачевского и Сунц-Айти-лицея. А лучших выпускников Казанского федерального университета лично поздравил исполняющий обязанности ректора КФУ Дмитрий Тайурский. В КФУ прошло заседание. Совета ректоров вузов Республики Татарстан. Здесь обсудили итоги заседания Совета ректоров вузов федерального округа, реализацию комплекса мер по профилактике деструктивных проявлений в студенческой среде и межвузовские комитеты. Казанский университет посетила делегация телеканала «Наука». Это ведущий научно-популярный познавательный канал о достижениях мировой и российской науки. В рамках визита, приуроченного к объявленному в России десятилетию науки и технологий, журналисты и продюсеры канала познакомились с учеными и активными студентами вуза, лидерами научной среды и руководством университета. Ученый Совет КФУ провел очередное заседание. На нем вручили награды работникам и обучающимся вуза. Также были рассмотрены кандидаты на получение дипломов кандидатов и докторов наук и создание на базе институтов диссертационных советов. В Казанском федеральном университете открылись сразу две математические конференции. Комплексный анализ и смежные проблемы, а также лобачевские чтения. Они направлены на популяризацию достижений российских ученых в области фундаментальной и прикладной математики. Участниками конференции стали порядка 200 человек, из них более 150 – из других регионов России и зарубежья. Магистрант Института социально-философских наук и массовых коммуникаций выиграл грант Росмолодежи. Каков размер гранта и на что студент их потратит, мы спросим у него. У нас в гостях Дмитрий Тамкевич. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Расскажите сначала о конкурсе. Кто в нем участвовал, каковы были условия? Конкурс проходил в рамках Всероссийского молодежного форума «Шум». Это был грантовый конкурс от Росмолодежи. Участие принимали порядка 500 человек. В грантовом конкурсе принимали 123 человека участия. Собственно, выиграли 14. И вот я вошел в их число. Расскажите о конкуренции во время конкурса и какие еще проекты заявлялись на грант? Конкуренция была достаточно большой. Повторюсь, 123 проекта допустились. Это были также и медиашколы, и различные медийные конкурсы, премии и тому подобное. И так получилось, что из медиашкол прошла только одна, и это была наша республиканская медиашкола «Слово за нами». А какая сумма выигранного вами гранта и на что она пойдет конкретно? Сумма моего гранта состояла 700 тысяч рублей, и она пойдет на организацию республиканской медиашколы «Слово за нами». Пойдет она на проживание, на раздаточный материал, на спикеров и, собственно, на хорошую образовательную программу. А проведение медиашколы, это ведь не случайно, это связано с вашей работой в Лиге студентов Татарстана, верно? Да, верно. Так получилось, что я сейчас работаю пресс-секретарем президента Республики Татарстан и, следовательно, занимаю должность руководителя медиаслужбы. Поэтому медиашкола для меня это как родной проект, которым я как будто бы должен заниматься, развивать молодежь республики в плане медиаграмотности. Расскажите о предстоящей медиашколе. Какой она будет, в каком формате будет проходить, что нового планируете внести в нее в этом году? Угу. Формат медиашколы в этом году будет составлять так же, как и в прошлом. Это будет шесть образовательных школ внутри одной большой, то есть это будет школа по дизайну графическому, школа по видеопродакшену, школа копирайтерства. И в этом году количество участников будет увеличено, и в этом году также будут увеличены практические и лекционные занятия. Если в прошлом году их было порядка семидесяти, в этом году хочется сделать порядка девяносто. То есть на каждую школу будет отведено десять лекционных занятий плюс пять практических. Ну и, следовательно, в конце образовательная выездная школа, где, собственно, лучшие участники медиашколы соберутся, чтобы выполнить выпускную работу и, собственно, зачтиться и получить свой диплом. А кого из гостей, наставников и спикеров приглашаете в этом году, по крайней мере, планируете? Угу. Естественно, планируем приглашать специалистов с оригинальных медиа, специалистов тех, которые проходили эту школу, которые закончили, которые сейчас добились определенных успехов, которые занимаются сейчас там в сфере видеопродакшена, в сфере копирайтерства. То есть профессионалы своего дела, которые действительно могут что-либо дать участникам, и чтобы участники потом вышли и сказали, класс, я хочу быть такими же, как они. А на ваш взгляд, почему необходима вообще медиашкола студенческой среде? Для чего вообще нужно приходить в нее, участвовать, и кто попадет в нее? Угу. Мы проводили соцопрос, и так получилось, что 80% студенческих медиа-центров не могут провести своих локальных медиашкол, и только 20% из них могут провести, но, к сожалению, нет того результата, который бы они хотели получить. И, следовательно, всего в Республике Татарстан существует порядка 90 медиа-центров, и половины учебных заведений, а то и больше, их в принципе не существует. Поэтому создание медиашколы очень актуально востребовано, и мы уверены в том, что количество участников в этом году не подведет, их будет еще больше. В прошлом году у нас было 1000 заявок, в этом году, надеюсь, будет больше. Поэтому надеемся, что все будет замечательно. Ну и в завершении, да, на кого вы сейчас учитесь, и кем вообще в будущем себя видите? Учусь я на социолога в Институте социально-философских и массовых коммуникаций, и поступил сюда неспроста, и я считаю, что это немножко моя специальность, все-таки работа с обществом, работа с людьми. Вижу себя, как ни странно, но, наверное, логично, вижу себя в этой сфере, работа с медиаслужбами, работа в пресс-центрах. Наверное, надеюсь, так и будет. Пожелаем вам удачи, надеемся, что медиашкола действительно в очередной раз пройдет удачно. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Всем знакомы имена великих российских химиков, которые работали в Казанском университете. Это Карл Клаус, Александр Бутлеров, Николай Зинин, семья Арбузовых и другие. Но среди них есть и Александр Зайцев, русский химик-органик, ученик Бутлерова. О нем не так широко известно, однако его вклад в науку не менее значительен. Его исследования в основном направлены на развитие и усовершенствование органического синтеза и теории химического строения Бутлерова. Разработал новые методы синтеза различных классов спиртов. Их так и называли – зайцевские спирты. Кроме того, Александр Зайцев воспитал плеяду учеников, среди которых был и Александр Арбузов. О том, какое наследие оставил после себя Александр Зайцев, расскажет Амир Ахтянов. Александр Зайцев – русский химик-органик, корреспондент Петербургской академии наук, родился 2 июля 1841 года в Казани. После окончания Казанского университета в 1862 году он три года работал в лабораториях Кольбе и Вюрце. В 1871 году, после защиты докторской диссертации, Александр Михайлович был утвержден ординарным профессором Казанского университета. Ученик знаменитого ученого Александра Михайловича Бутлерова Зайцев посвятил органической химии всю свою деятельность, являясь прямым продолжателем Бутлерова. Им опубликовано 38 исследований, более сотни выполнены его многочисленными учениками совместно с ним или под его руководством. Разработанные Зайцевым и его учениками методы синтеза при помощи галоген-сэнкорганических соединений позволили получить большое число предельных и непредельных спиртов и их производных. В научной библиотеке Казанского университета имени Николая Ивановича Лобачевского нам предоставили две научные работы Александра Зайцева. Эта диссертация, первая диссертация называется «О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двуатомной серы». Оно было написано в Казани в 1867 году. Вторая же диссертация имеет название «Диамидосалициловая кислота и некоторые ее соединения с кислотами». Данное произведение было написано в августе 1864 года в Марбурге. В 1862 году он окончил университетский курс с правом подачи диссертации на степень кандидата и на свой счет отправился в длительную научную командировку за границу. Он работал в Марбурге в лаборатории известного химика Кольбе, где выполнил ту самую работу о диамидосалициловой кислоте. Там же Александр Зайцев начал большую экспериментальную работу об окислении теофиров. В 1867 году Зайцев защитил степень магистра химии диссертацию, которая называется «О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двуатомной серы». Через два года Зайцев был утвержден доцентом и в 1870 году был утвержден экстраординарным, а через год ординарным профессором по кафедре органической химии и занимал эту должность до конца своих дней. Помимо своих научных трудов, Зайцев воспитал много известных ученых-химиков. Среди них Вагнер, братья Реформаторские, Арбузов, Канонников и многие другие известные ученые-химики. Скончался Александр Михайлович Зайцев 1 сентября 1910 года в Казани. Амир Ахтямов, Никита Акиншин, КФУ, итоги недели. «Счастье на стороне того, кто доволен», утверждал древнегреческий философ Аристотель. Пусть ваше лето будет счастливым, плодотворным и интересным на события. Встретимся в новом телевизионном сезоне, сразу после летних каникул. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова